В Молоково отметили один из любимых праздников всех местных жителей – День поселения. Природа подарила самый главный подарок – тёплую солнечную погоду. Гуляния проходили на школьном стадионе, куда пришло много людей, чтобы весело и с пользой провести свой выходной. Подробности у Юлии Пагасьян. Весь день в Молоково проходили праздничные гуляния – батут, карусели, катания на лошадях. А вечером началась торжественная часть с награждением. А награждали тех, кто изо дня в день, не покладая рук, трудится на благо поселения. Это рабочие, депутаты, общественные деятели. Одним из награждённых стал Михаил Андреев. Он 40 лет проработал водителем на Молоковской картонажно-полиграфической фабрике. И в этот день по праву получил ценный подарок от родного предприятия. Как все я работаю, так и я. Вообще надо сказать, что жители Молоково – это люди прежде всего работящие. Общими стараниями они пытаются сделать своё поселение лучше, чище, благоустроение, безопаснее. Кстати, следить за правопорядком полиции помогает народная дружина. Молоковчане – народ верующий. На территории поселения действует храм иконы Божьей Матери, освящение которого прихожане ждали много лет. Рабочие, которые любят работать, любят трудиться, постепенно приходят к Вире, обращаются к Вире. И старый млад, потому что у нас много крестится, много приносит младенцев причащать. Добрые, искренние, работящие живут здесь люди. И что только не сделаешь для таких светлых людей. Год назад посельчане избрали нового главу – Эдуарда Радушкина. И, по словам местных жителей, они не пожалели о своём выборе. Стартовать главе было тяжело, но за минувший год уже сделано много работ касательно благоустройства сёл, ремонта дорог, а также подготовлена база для дальнейшей реализации значимых для Молокова проектов. И текущие работы, и плановые работы на Перспековой ближайшие три года мы занимались, делали. Я думаю, жители это почувствуют в следующем году. Ну и сегодня, наверное, есть уже какая-то отдача. Я так предполагаю, что это так. Вот и гуляние по случаю Дня поселения. В таком формате – это нововведение Эдуарда Радушкина. Теперь для поселения этот праздник будет считаться главным в году. Он призван объединить всех местных жителей разных возрастов и интересов. Волейбол, стритбол, велопробег – каждый мог найти для себя занятие по душе. Вечером программа продолжилась концертом, где выступили местные творческие коллективы, артисты Ленинского района и всероссийские знаменитости. Все понравилось. И концерт, и для детей, и все развлечения очень понравились. Вот. То есть очень замечательно. Прикольно, очень весело. Особенно шарики. Гелевые шарики вообще крутые. Замечательный праздник. На самом деле, очень редко такие мероприятия. Хотелось бы побольше, чтобы было. Во-первых, для детей. Это очень интересно. Глядя на эти улыбающиеся лица и горящие глаза посельчан, понимаешь – праздник удался. Юлия Погосян и Адами Анталия Буслаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова